так ребята сегодня у нас идет второй день сборки двигателя и можем наблюдать вчера было поменены коренные вкладыши коленлава вот старые я вам сейчас покажу какой-нибудь из них один такой вот такой вот видите шейки выработка конечно большая что было принято решение менять весь комплект полностью так дальше сегодня моя задача поставить на место полностью поршневую поршневую систему вот сюда будет новый у нас тоже вот вкладыши вот сюда вот шейки сейчас залезем так и покажу что я вчера и куда все это ставил дело вот так вот ребята сейчас будет все четко видно вот он низ картера коленвал вот видите коленвал вот вот эти вот шейки вот они получается там было и было заменено были заменены вкладыши сегодня я прикручу поршневую соберу полностью поставлю вот сюда вот это не крепится вот сюда вот гильзы гильзы в норме в общем поехали работать вот собрал я все пять поршней ребята осталось после остался последний поршень нам поставить и рассказываю как это делается я конечно не моторист но так вот эта шейка шатуна получается она промывается в керосинчике все это чтобы чисто было там или в бензинчике как вам удобно это тоже все очищается так берем наши новые вкладыши комплект вкладыши такой симпатичный распечатываем это дело и соответственно вот такие вот у нас новые вкладыши освободим второй запаковано не капитально второй готов сейчас для сравнения покажу вам старые примеру да и новые это новый у нас такой с напылением вот эти вот вот это вот идет старый это конечно другой но принцип тот же самый это коренной я их уже поставил так и теперь мы все это дело для этого нам надо маслица так они у нас одинаковые так что разницы нет какой ставим вот так вот обмазываю я маслом смазываю с одной с другой стороны вставляем вот сюда вот ребята вот есть паз вот здесь есть паз и соответственно на шейке тоже вот он есть паз и мы его вот так вот вставляем и вот так вот так соответственно аналогично берем второй также смазываем маслом вставляем его также вот в эту шейку сатуна все готово теперь идем дальше ставим поршень вот такое положение кусок вот видите чтобы он стоял дальше берем кольца уже у меня одеты берем опять масло вот губочкой это делаю можно руками еще чем-нибудь и полностью поршень мы весь смазываем маслицем обязательно свежим все чтобы было все смазано дальше дальше разводим кольца разводка колец ребята она осуществляется получается в тройном направлении вот у нас три кольца берем первое компрессионное кольцо ставим напротив шатуна второе кольцо мы его то ставим напротив другого другой стороны шатуна и маслосъемная мы ставим противоположно вот сюда разрезом кольца установлены теперь есть вот такая вот приспособа вот она для обжимки колец продается в любом автомагазине вот так вот она разводится полностью вот какое хотим количество вставляем кольца так вставили здесь вот под шестигранник зажимаем все это дело все берем и зажимаем все мы обжали кольца у нас свелись готова так и дальше мы обмазываем цилиндр также маслом берем так еще хочу рассказать вам показать что гильзы я не менял вот я всего лишь расточил ну как бы сделал хон специальное приспособление такое есть установление хона получается еще раз намазываем все готово и сейчас будем устанавливать сам поршень уже сейчас я вам это все продемонстрирую так вот он поршень так самое главное ставить его по направлению то бишь как он должен стоять вот мы его вот так вот аккуратно вставляем здесь есть надписи надписи должны быть с правой стороны или шейка шатуна должна смотреть со стороны левого блока так и вот сейчас уже когда он установлен аккуратненько вот так вот подстукиваем чтобы у нас вот это вот обжимка села и потихоньку начинаем давить вот так вот раз раз все обжимка нам больше не нужна все кольца залезли полностью сейчас уже идем передвигаемся непосредственно вниз автомобиля и дальше вам покажу и сейчас мы видим вот что у нас шейка его вот она видите у нас остается верху сейчас мы его так сейчас мы его попытаемся аккуратно сюда поставить на место сейчас прикручиваем шейку главное не ошибиться здесь вот циферки здесь здесь они у нас схожи так наживляем пока что так наживили теперь можно даже если что подстучать аккуратненько слегонца чтобы у нас это все села все затянули теперь можно немного пошевелить коленвал крутится в принципе все хорошо так ребята подъезжаем подъезжаем к ремонтной мастерской куда отдал я головки своих блока цилиндров ремонтная мастерская находится на чем же так аккуратненько сюда припаркуемся балканская 13 ребята вот они головочки забрал я сегодня из ремонта так рассказываю заменен замена на головки было на каждой это были новые клапана новые седла клапанов потом направляющие клапанов тоже новые и маслосъемные колпачки было заменено все на каждой головки поэтому старое уже было пришло в негодность и было принято решение менять все полностью на всех головках так меня уже все подготовлено помыл я сегодня форсуночки полностью все от нагарчика вот от всего этого грязного и сейчас приступаю в принципе уже к установке головок и протяжки всех узлов которые требуют протяжки так ребята поставил я одну уже головку прикрутил сейчас у нас идет установка второй головки поставили на новую прокладку теперь аккуратно ставим новую головку у нее есть такие пазы на которые она встает все у нас на месте и никуда не двигается так теперь устанавливаем болты затягивать пока не буду потом когда все головки поставлю все протяну так момент затяжки осуществляется посредством протягивания головки поэтапно получается 1 2 3 4 5 6 сначала крутим 10 ньютонов потом 50 потом что потом 220 сейчас мне осталось последние 220 это очень таки трудоемкий трудоемкое занятие дальше динамический динаметрический ключ как вот так выйдет выглядит у нас динаметрический ключ здесь у него устанавливаются килограммы ньютонометры и когда мы крутим вот так начинаем крутить сначала нету потом опа щелчок значит хорош и так поэтапно я пройду все шесть головок так мужики осталось поставить я собрал уже коромысла но пока еще я их ведь они у меня болтаются все потому что их надо регулировать будет клапана сейчас я ставлю последнюю тягу вернее собираю последние коромысла так аккуратно аккуратненько масло все смазываем герметик старый засохший вытираем сначала насухо тряпочкой так опускаем так эти клапана у меня уже смазаны маслом так ставим направляйки клапанов так 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 и сейчас вот закручиваем раз болт два болта наживляем пока сильно не затягиваем так теперь берем под закручиваем немного чуть 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 так в принципе можно конечно и до упора затянуть но все поменено нежелательно потому что регулировка уже не та как была раньше если бы как была раньше регулировка мы просто бы снимали ничего бы не было сейчас отворачиваем регулировочные вот свернули клапан свободно на свернули клапан свободно теперь можно затягивать уже коромысл только конечно же затянули все теперь так подтягиваем вот эти вот регулировочные винты ну и все следующее у нас пойдет регулировка клапанов а потом так не с регулировкой потом потом сейчас потом я буду собирать форсунки прикручивать магистраль водяную вот потом соберу наверное коллектора коллектора отрегулирую клапана короче как получится вот надо еще поставить поддон картер снизу ну и все и потихонечку вот так вот все собирать и скоро будет запуск тоже будем запускать и так ребята сборка мана идет двигателя полным ходом вот этот кормилец стоит скоро уже будет наверное выезжать из бокса так осталось собрать все форсунки поставить новые колечки вот на них купил я комплект вот сюда ставится новый фильтр поставить масляный уже приготовлено у меня стоит масло 35 литров заливной объем 33 литра дальше что я успел уже пока собрать и осталось еще собирать и собирать получается полностью я собрал я собрал клапана не клапана а как они тяги клапанов вот эти коромысла вот поставил головки полностью собрал низ там поддон собрал все сегодня у нас предстоит последняя завершающая стадия это установка получается навесного оборудования турбина тут крышки клапанов вот это кстати на эту у нас одевается это гофра ну и много вот такой вот мелочевки которую надо просто собрать поэтому скоро злющий ман поедет на работу ребята хотел рассказать вам еще про это получается у нас про форсунки в них видите вот это вот железная закручивающая закручивающая обоима которая прижимает форсунку у нее грани такого ключа надо искать съемник под такой ключ и когда-то давно когда я еще первый раз снимал эти форсунки я сделал из обычного ключа на 22 головки вернее вот выпилил такие вот прорези специальные вот и головка спокойно сюда помещается так что если у кого-то такие же прорези надо делать такие же форсунки с такими же гайками вот пожалуйста можете сделать как я из обычной головки пропилить болгаркой и в принципе я ее уже пользовался неоднократно все работает вот одеваем вот так вот получается головку и начинаем потихоньку закручивать и так отрегулировав клапана ставим новые прокладки и будем устанавливать уже сейчас клапаны крышки регулировка клапанов это такая процедура ребята трудоемкая делается в два этапа все дальше ставим крышечки все затягиваем так ребята сейчас будет с вами первый запуск автомобиля залил я масло залил я антихриз все дособирал я буду смотреть сейчас как будет запускаться в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы я знал на эти деньги Я просто не рассчитывал Вот И как бы получилось, что получилось Видите Стоит холодненький Поддымливает Я думаю, будет нормально Так что буду ездить обкатывать Детали еще не придерлись Поэтому Надо ждать Надо пару рейсов съездить там будет видно есть вариант то я нарушил еще когда-то давно когда делал топливную аппаратуру я ее делала ведь вернее мне делали а устанавливал снимал ее я сам может быть градус неправильный выставлен потому что бывает такое за градуса но это все буду я проверять потом позже я все-таки избавлюсь от вот этого дымка потому что на машине я планирую ездить ездить поэтому ребята ну зато она будет ездить зато она будет ходить будет давление не будет запунить и все отлично как бы изначально да я рассчитывал просто где-то внести 50 тысяч у меня был где-то ограничения по ремонту но так как я не уложился в эти 50 я ушел за 100 тысяч за эти деньги что если сейчас поменять гильзы поршня еще 80 тысяч ребята я могу просто не мучиться купить другой двигатель поставить сюда это будет это евро ноль я могу найти за эти деньги да может быть я что-то добавлю еще зато я могу купить евро 3 и поставить сюда и оформить документами понимаете а не так что я это сделаю идеальным да я могу его сделать идеальным но еще 80 тысяч которых просто нету ребят я не олигарх я не собирал деньги годами я работал 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 я плачу за нее также кредит там какой маломальский тент был прошлого в прошлом году сделан позапрошлом году сделан кредит да машина не в кредит зато тент у нее в кредит поэтому я зарабатываю так же как и вы я еще притом я ее ремонтирую поэтому этот ремонт несу вниз не напрасный но у нас холодно ветер этот ремонт у нас не напрасный поэтому будем как говорится смотреть и все выяснять так что всем спасибо за просмотр кто смотрел это видео вам всем большой удачи и пока